Здравствуйте! Сегодняшнее видео не по миниатюре. Я уже около трёх лет, может быть чуть больше, делаю домашний квас. Много испробовал всяких вариантов, экспериментировал. В итоге пришёл плюс-минус к одному варианту стабильному. Я его покажу. Что там хорошо? Во-первых, ну, понятное дело, что квас домашний, он дешёвый, потому как сухари делаешь с покупного хлеба, их хватает очень надолго. Второе, он, ну, как бы не вызывает жажды дополнительной, потому что обычно сладкая вода, даже такая прохладненькая, после неё хочется ещё выпить. Это не такой. Тут, наоборот, выпил, освежает и, наоборот, утоляет жажду. Добился этого экспериментами. Ну, вот. Конечно же, так как там только, ну, в общем, натуральные ингредиенты, то он, естественно, полезный. Это само собой. Ну, и четвёртый момент. Я его делаю таким, чтобы он был не перекисшим и хорошо газированным. Покажу, как это. Он именно такой, ух, хорошо бодрящий. И стоит сказать, что там всё-таки есть какой-то минимальный ноль какой-то там процент алкоголя. В любом случае, если идёт брожение натуральное, там какой-то алкоголь, он, ну, так природой заложено, он есть. Ну, и там он есть. То есть, ну, не могу сказать большой-большой и не могу сказать, что я как-то пьянею или не могу без него жить. Также стоит сказать, что я сделаю два видео. Первое видео вот сейчас это будет первая заливка. А второе, уже когда сбродит этот квас, я его выпью и покажу, как я делаю на основе вот этой, вот этих сухарей, что там остались, вторую заливку. Ну, все другие мои эксперименты, как делать третью или там ещё как-то, всё-таки самый вкусный, это вот первая заливка и вторая. Покажу во втором видео. Просто поверьте моему опыту. Ну, можете сами поэкспериментировать, но я как бы показываю уже наработанный материал. Всё, смотрите. Сейчас покажу, на мой взгляд, самый вкусный вариант, как его сделать. Ну, во-первых, вот тут вот, видите, вот это остатки предыдущего кваса. Я беру несколько сухарей, которые там остались, и кидаю их, ну, вернее, я их оставляю в банке, а потом заливаю следующей порцией, новой. Всего цикл кваса, ну, вернее, сухарей, да, он у меня двуразовый. Сначала я покажу первый цикл. Он состоит из, собственно говоря, закваски, то есть, бывших сухарей с предыдущего раза. Если вы впервые делаете, то нужно просто, ну, я лично чайную ложку дрожжей кидал и смотрел, когда оно забродит. Тогда уже и будет и закваска, и квас. Главное, что из предыдущей банки несколько ровненьких таких сухариков, то есть, более свежих, оставлять на закваску, так сказать. В них вот эти все микроэлементы, дрожжевые бактерии, которые и будут следующую банку сбраживать. Это насчет закваски было. Теперь насчет сухарей. Во-первых, по моим вкусам и наблюдениям, самое вкусное это покупной, дорогой, вот такой максимально черный хлеб. И не важно, какая фирма, время от времени я менял. Важно понимать, что от вкуса хлеба зависит вкус кваса. И хлеб, который вам нравится, чаще всего он и будет вкусным, как квас. Ну, я там пробовал бородинский, всякие там темные, житные. Главное, что? Вот такая вот черная, прямо черная структура. Мало того, вот это вот другой. У него, видите, нет вот таких вот штучек, посыпки, да? И он немножко другой по вкусу. Существуют хлеба, вот такие вот, не сильно темные, но там семечки какие-то, какие-то такие вот семена. И они могут добавлять непонятный, очень интересный вкус. Я не знаю, как его передать, но это нужно попробовать. И я вам говорю, вы можете влюбиться в этот новый вкус. С добавлением, скажем, две трети вот этого черного и одна треть вот такого с какими-то семечками, какими-то семенами. Относительно того, сколько ложить, конечно же, я не вымериваю в граммах. Да и никто не будет вымеривать в граммах, если каждый раз, ну, там, не знаю, раз в неделю или раз в три дня делает квас. Ну, вы же замучаетесь. Я просто беру вот так вот жменю, вот, приблизительно, сколько там этих кусочков сухарей. Да, высушиваю я хлеб обычно, чаще всего, даже не в духовке. Ну, если лето, то на свежем воздухе, если зима, то оно пока высохнет, то лучше, конечно, в духовке на плавном огне, но я обычно просто на противень мелко режу и расстилаю. Смотрите, две жменьки черного и буквально несколько кусочков вот того с семенами, с семечками и так далее. Следующий этап. У меня вот тут мята, мелко покрошенная, такой мятный запах. Значит, ее надо насыпать, ну, буквально там, немножко. Вот я сыплю на глаз. Ну, это где-то пол столовой ложки приблизительно, если кому надо точное количество. В принципе, в этот момент по вкусу я добавлял еще кучу всякого, пробовал, экспериментировал, но, в принципе, вот этого достаточно. Изюм я не рекомендую, хотя вот именно закваску как получить, то можно, ну, когда нету еще старых сухарей, можно изюма добавить, буквально там пять штук. Пять, восемь, ну, хорошо, десять, но вы их все равно выкинете, а от пяти штук будет тот же самый эффект. Так вот, вы кидаете изюм и дрожжи, тогда точно сбродится, и все будет ок. А, в принципе, ну, как, я не могу сказать, что добавляя изюм, были какие-то особые изменения по вкусу. В принципе, он уже вот из-за этого хлеба очень вкусный. За счет мяты он еще добавляется аромата, но, конечно же, этого недостаточно, и нужен либо сахар, либо мед. Я выбираю мед. Сейчас объясню, почему. Во-первых, мед, как известно, полезен. Но тут дело даже не в этом. Квас с медом, медовый такой, утоляет жажду и не хочется пить, а если квас с сахаром, все-таки он, как бы, бродит быстрее, но именно пить хочется больше. Дозатор у меня вот такая ложка и вот такая. Плюс-минус пять ложек столовых, ну, либо две вот такие. Я кидаю деревянный, потому что эмалированная кружка от железной ложки, там эмаль скоро сотрется. Уже стерлась бы, вернее. А так я деревянный, оно не тарахтит. И так, вот одна ложка. Первую я кинул маловато, надо, значит, вторую побольше. Аж немножко с горкой. Вот так. Тогда точно хватит и будет вкусно. Это даже многовато немного вышло. Но неважно. Конечно же, что мед, что сахар, лучше всего колотить в теплой водичке. И тут два варианта. Либо вы теплую воду уже наливаете, но не горячую. Потому что, как известно, мед при температуре выше 40 градусов, что-то там в нем нехорошее получается. Полезные свойства утрачает. Так вот, вы либо в теплую воду уже макаете, либо берете кружку, ставите кружку на огонь. Газ горит, медленно подогревает воду. И в это время вы потихонечку колотите, пока не расколотится. Опять же таки, трогаете кружку, чтобы она не была горячей. Пробуете воду, чтобы она тоже не была горячей. Чтобы, ну, не скипятить эту воду, а просто раз мешать мед. Вот, именно за счет меда появляется вот это брожение. Оно, как я и говорил, не такое быстрое, как у сахара, но утоляет жажду вот такой напиток, а не наоборот, хочется пить. Это плюс меда. Ну и вкус более такой нежный. По крайней мере, мои субъективные рецепторы вкусовые. Говорят, мне такое. Так, ну вот и все, в общем. Чашка, ну, кружка, вернее, она еле теплая. Выглядит, значит, помешанный вот этот напиток меда, да, разведенный. Вот так. Он не кипит, он хороший. И его и заливаем. Ну вот, собственно говоря, баночка, медик. Он уже желтенький такой, этот квасик будущий. Ну, естественно, нужно добавить приблизительно посюда, потому что сухари разбухают, и если вы полностью на всю высоту, то он выльется. Это, я думаю, очевидно. Причем, что я, чтобы остатки всякого меда и элементов, которые тут есть, я именно сначала заливаю в кружку, а дальше выливаю в банку. Не знаю, может быть, я не помню, но у меня сейчас, на данный момент, не бывает, чтобы я наляпал где-то водой. Может быть, сначала так было. Я вот даже не помню это. Я уже сколько лет такой квас делаю. И я не помню уже, как я даже начинал. Всех рецептов, которые я пробовал, экспериментировал, тоже не припомню. Но остались только самые... О, вот так пускает. Даже можно чуть вот так. Но дальше точно не надо, потому что, я же говорю, может вылиться. Вы думаете, все, он должен стоять и будет квасик, да? И я должен сказать, сколько же он должен постоять, дни или суток. Но нифига подобного. Чтобы квас был именно вкусный, его нужно определенным образом выдерживать. И это чуть ли не самый важный нюанс, секрет. Значит, в чем суть? Если вам где-то там, вы смотрели на видео, рецепты какие-то кваса, говорят точно, сколько дней должен простоять квас, чтобы набродиться. Не верьте, потому что все зависит от, во-первых, температуры. То есть, летом он может уже скиснуть за два дня, а зимой не добродить за это же время. Ну, а во-вторых, от количества сухарей, от количества сахара, которые вы добавили. Потому лучше всего контролировать все эти процессы. вкусовые, так сказать, в холодильнике. Там они медленнее идут, постепенно. Он мало шансов, что скиснет. Квас, на самом деле, самый вкусный. Когда он, ну, буквально там, он может постоять в комнатке на столе час максимум. И все, его надо в холодильник. Почему? Кстати, вот тут крышечки с дыркой. Это не обязательно должен быть воздух, доступ воздуха. Я раньше марлечкой или тряпочкой заворачивал, но это было, когда я еще, ну, кваса делал не в холодильнике, они настаивались, сбраживались, а в комнатной температуре. Ну, чтобы мошки не появились. Так как я сейчас все равно в холодильник ставлю, то у меня тут просто дырочки. И, ну, это удобнее, чем просто тканью. Накрыл и все. Доступ воздуха есть, оно бродит. Если поставить его, вот, буквально сразу же в холодильник, приблизительно на дней 5, а может даже и на неделю, тут смотря, как он бродить будет, то вы получите неимоверно вкуснейший квас. Он не перебродит, он будет очень насыщен углекислым газом. Причем не так, что чересчур, а именно так, как надо. И, конечно, он и там может скиснуть, но это нужно постараться. Поэтому я ставлю его сразу же в холодильник. И, в общем, то, что я ставлю в холодильник, это и есть главный секрет вкусного, вкуснейшего кваса, который будет именно вдоволь насыщенный углекислым газом, не скисший и так далее. 5-7 дней нужно пробовать. Через 5 дней попробовать. Не знаю, какая температура в холодильнике. обычная, знаете, обычная. Несколько градусов плюса. Вот. И это и есть первая заливка. Вторая заливка. Это значит, сухари те же самые, но кое-что добавлю, потому что, если не добавить, вкус будет не такой, как у первого, похуже. Но это будет в другом видео, когда я достану уже готовый квас, налью, покажу и добавлю следующие ингредиенты, которые еще даже больше, ну, то есть, кому-то даже вторая заливка покажется вкуснее. Ну, в общем, пока все. Это, на мой взгляд, один из самых вкусных напитков, которые я пил. Продолжение следует...